Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0 улица Крымская 242 офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканала РЕН. Новости Анапа. Регион. В студии Кристина Рабина. Общественная инициатива приветствуется. Глава Анапы встретился с координаторами ТОС. Проекты воплощаются в жизнь. В Анапе открыли курортную деревню. Счастливые семьи. Пусть будет их больше. И сейчас обо всем подробнее. Обратить внимание на самые удаленные населенные пункты и создать в них комфортные условия для жизни людей. Глава Анапы побывал с рабочим объездом в Киблерово и дал поручение по благоустройству микрорайона. Благословенный уголок у моря Суко. И неудивительно, что активно застраивается. На въезде хорошая асфальтовая дорога по обе стороны. Один за другим растут современные коттеджи. А в глубине спрятался компактный спальный микрорайон Киблерово. Но житейских проблем в нем хватает. Все какие нюансы возникают, я всегда обращаюсь в администрацию. Почему? Потому что с маршрутами очень у нас плохо бывает. Почему? Потому что неблагоустроенная дорога. Можно и к нам туда заезжать, предоставить возможность. Можно и туда проехать. Злободневный вопрос с теплоснабжением микрорайона зимой. Люди стали заложниками ситуации с недобросовестными собственниками котельной земли. Котельная и водозабор принадлежат Министерству обороны. И в связи с этим у нас появляются трудности при решении каких-то вопросов. Потому что земля относится тоже к Министерству обороны. Все вопросы решаются через Москву. И наша администрация практически не имеет возможности решить что-то для жителей поселка. Сергей Сергеев принял решение построить в Киблерово муниципальную котельную. Проект уже готов. Живется в принципе неплохо. Я человек местный. Наше поколение здесь живет, наверное, 150 лет. Так что мы старые жители. Здесь надо бы сделать хорошую площадку детскую. Потому что песок завести – это проблема всегда. Дети играются. Детей здесь очень много. Киблерово буквально утопает в зелени. Радует меня здесь как жителя. В первую очередь наша замечательная природа. Вид из окна. Все-таки у нас здесь воздух чистый. Все это замечательно. Но больше огорчает то, что в данный момент не убираются окрестные территории. Вот если вы проехали от остановки, вы видели какие там заросли деревьев, кустарников. Чья это земля, никто не может определить. И кто это должен убирать, тоже неизвестно. Сергей Сергеев дал первоочередные поручения службам. Ремонт дороги, продление автобусного маршрута, замена опор и уличного освещения. В Киблерово надо вдохнуть новую жизнь. И жители ждут этого с нетерпением. Перед началом летней оздоровительной кампании прокурор Краснодарского края Леонид Корженек и глава города-курорта Сергей Сергеев проинспектировали детские здравницы Анапы. Цель работы межведомственной комиссии – проверить, насколько добросовестно детские здравницы подготовились к приему маленьких отдыхающих. В Бимлюке прокурор края Леонид Корженек обратил внимание на вопросы безопасности. Алгоритм взаимодействия в внештатной ситуации персонал предприятия, охрана и полиция должны знать на зубок. Координация этого процесса возложена на сотрудников правоохранительных органов. Если не будет системы взаимодействия, что он сделает? У него рация, я же знаю, как они ходят. Они ходят здесь без всего, вот рация тоже. Вот вы проверяли антиритическую защищенность. Вы же им должны заставить, чтобы у них это, это, это работало. Все детские здравницы, а их в Анапе 43, должны иметь на руках утвержденные паспорта безопасности. Это требование городских властей. Без такого документа здравница не откроется. Замечаний к условиям размещения питания детей у проверяющих нет. Главное – устранить все недоработки в вопросах обеспечения безопасности. Комиссия работала в Анапе в течение дня. Охватили практически все детские санатории. Леонид Корженек с главой курорта Сергеем Сергеевым лично посетили несколько здравниц. Итоги проверки будут подведены. Все замечания должны быть исправлены до начала оздоровительной кампании. В Анапе сложилась традиция коллегиально решать многие вопросы местного значения, опираясь на опыт и помощь активистов-тосовцев. Городские власти поддерживают общественную инициативу. Глава Анапы Сергей Сергеев встретился с координаторами органов ТОС, выслушал проблемные вопросы и идеи для их решения. Празднование юбилея Победы в нашем городе до сих пор остается самым ярким впечатлением и поводом для небывалой гордости анапчан. Открыл встречу Сергей Сергеев словами благодарности. Конечно же, хочу поблагодарить вас за ту организацию, в которой вы приняли участие в той или иной мере. Праздник прошел на довольно высоком уровне. Я, честно говоря, не ожидал. Все отрадно, общаясь с молодежью, мы больше и больше признаем, что все-таки поколение, то, которое мы с вами упустили, оно подтянулось сегодня довольно серьезно. Реконструкцию вы видели? Какое чудо было! Но там не то, что оплакались, а брыдались. Молодежь стояла, плакала. Это Забураева. Какие молодцы! Как здорово! Спасибо! Спасибо! А молодежь как украсила парк Протапова на 9 мая? Да, да. Концерт был мощный, и никто не мешал, на травке сидели. Как было хорошо! Все нормально! Молодцы! Как в едином порыве все люди прям вышли. Столько радости, столько тепла было! Что сегодня волнует анапчан? Цены на продукты. Этот вопрос первый в повестке дня. Сергей Усков, руководитель управления торговли, отчитался о принимаемых мерах к недобросовестным предпринимателям. Тосовцы, в свою очередь, поделились своими наблюдениями. На сегодняшний день в ряде магазинов, уже мы повторно, вот сейчас обошли, есть те оставшиеся нарушения, которые были раньше. Нет списка единого, списка по социально значимым продуктам. Санитарное состояние не в благоуитворительном. К тем, кто не прислушивается к законным требованиям, надо применять жесткие меры, подчеркнул глава. Что надо сделать? Вот тот, кто не понимает, то, о чем ты сказал, что отдельные сегодня не понимают. Значит, серьезно, элементарные вещи. Мы этим никогда не занимались, но есть возможность. Во взаимодействии с координаторами принимаешь от человека, есть фиксация, фото, допустим, видеофиксация, и судебный иск о запрете деятельности. Обсудили развитие сельских территорий. Станицы и хутора сегодня не обделены вниманием власти, говорят Тосовцы. У нас сейчас очень много делается в сельских населенных пунктах. Я хочу сказать о субседском сельском округе. Это у нас в Варваровке, маленькое село, в котором никогда не было детской площадки. Сегодня она у нас стоит. Общими усилиями, благодаря вам, Светлане Владимировне, Анжелике Анатольевне, все-таки поставлена детская площадка. Тосовское движение в Анапе очень сильное. Настоящий локомотив для решения городских проблем. Глядя на активистов, отзывчивее инициативнее становятся жители Анапы. Сергей Сергеев призвал общественников к дальнейшей активной работе, пообещав полную поддержку. Сегодня в Анапе открылся уютный современный центр «Курортная деревня», который является частью лечебно-здоровительного комплекса «Витязь». На торжественную церемонию открытия побывала наша съемочная группа. Идея создания центра появилась еще в 2006 году. Строительство началось в конце 2011-го. И вот проект реализовался. За три с половиной года совершенно неосвоенную территорию удалось превратить в объект европейского уровня. Курортная деревня построена на средства инвестора компании «Газпромдобыча уренгой». Она входит в реализацию второй очереди лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь». Создано более 40 новых рабочих мест для жителей муниципалитета. Соглашение о сотрудничестве в области строительства третьей очереди комплекса заключено на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» между Министерством курортов и туризма Краснодарского края, администрации Анапы и предприятия «Газпромдобыча уренгой». Вся территория курортной деревни, а также пляж покрыт сетью Wi-Fi. Мы посчитали, что современный человек без интернета трудно себя представляет, поэтому обязательно сделали доступ к сети интернет везде. Также мы планируем предоставлять большое количество дополнительных услуг. На торжественном открытии центра со словами приветствия выступили заместитель главы Людмила Терещенко, почетный гражданин города-курорта Анапа, начальник ЛОКВИТИС 1997 по 2005 год Валентин Машуков. Право перерезать красную ленту предоставили начальнику лечебно-здоровительного комплекса ВИТИС Александру Очковскому и Людмиле Терещенко. После официальной части для гостей провели экскурсию по центру. Окончание третьей очереди строительства планируется в 2016 году. Первых гостей курортная деревня примет уже завтра, 16 мая. В преддверии летнего купального сезона на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили вопросы пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. С середины мая по октябрь в Анапе традиционно устанавливается жаркая и сухая погода, зачастую с сильным ветром, что способствует возникновению пожаров. В угрозе возникновения природных ландшафтных пожаров подвергается примерно 45-50% территории муниципального образования город-курорт Анапа. С целью противопожарной защиты территории разработан и реализуется комплекс превентивных профилактических мероприятий. От эффективности выполнения данных мероприятий зависит снижение степени риска пожарной опасности. Задействованы все сотрудники Анапского пожарного гарнизона и добровольные дружины. Одна из проблем – отдаленные от пожарных караулов сельские пункты. Для решения проблемы закупают специальные прицепы, оснащенные емкостями для воды, пожарными рукавами. На заседании отметили важность взаимодействия глав сельских округов с органами ТОС, предприятиями и добровольческими дружинами. В сельских округах проводится опашка территорий, граничащих с лесными массивами. В каждом из 23 казачьих обществ созданы мобильные группы, которые ежедневно мониторят ситуацию вокруг своих населенных пунктов. Не менее важный вопрос – безопасность на водных объектах. Старший инспектор Анапского участка ГИМС Сергей Стариков сообщил, что проведено семинарское занятие с руководителями образовательных учреждений. Передан пакет документов всем предприятиям учреждений санаторно-курортного комплекса. Составлен график технического освидетельствования пляжных территорий. Я бы хотел, чтобы все эти вопросы, которые мы поднимали, они были услышаны, мы говорим, каждому из присутствующих и главы администрации, что мы прошли этот купальный сезон или прошлый сезон на высшем уровне, и как можно меньше у нас было всяких, будем говорить, червячайных складов. Семь счастливых семей с детьми и внуками были приглашены на торжественный прием от имени главы города в честь Международного дня семьи. Праздник получился очень душевным. Все эти семь семей действительно по-настоящему счастливы вместе. Супруги Толмачевы будут в этом году отмечать свою золотую свадьбу. Разве так часто такие юбилеи в нашей жизни? Ходя свадьбу, в Анапе за месяц бывают до 200 золотых-то единицы. Любовь Павловна и Алексей Алексеевич смотрят о себе маленькое кино. А рядом вся их большая семья, в которой невестки и зятья, дети и внуки все в дружбе и согласии живут. В семье Клеевых, Жуковских родители – кандидаты в мастера спорта по гимнастике. При этом мама, Надежда Геннадьевна, президент Краевой Федерации по фитнес-аэробике, бронзовый призер чемпионата России по фитнес-аэробике и главная на дважды победительница краевой спартакиады «Краса Кубани». Надо ли задаваться вопросом, чем занимаются дети и муж? Скопенцевы-пищулины о себе рассказали в ролике, который сделали своими руками. Они растят наряду со своими приемных детей. И уже никто не отличает, где свои, а где приемные. Он очень шустрый и любознательный. Ему исполнилось два года. И этот день мы проведем вместе всей семьей. Это наш именинник. С теплотой принимали семью Петунц из Джигинки, где папа сам растит троих дочерей. Гарих Суренович – замечательный футболист, а его дочь имеет среди наград серебряную бутцу. Комаровы, Юдин и Плотниковы – у всех яркие, невероятно интересные судьбы. Красивые, искренние, душевные люди. Они растят будущее нашей страны. Вот танцует старший Скопенцев Иван. Уже сегодня видно, какой он будет бережный мужчина. Мы любим, холим вас, лелеем. Приходит время, и мы отпускаем своих детей в будущее. И все то, что мы с вами заложили в них сейчас, мы будем видеть на протяжении долгих лет. Приветствовал семьи и поздравил с праздником заместитель главы Сергей Козлов. В качестве подарков каждую семью – большую скатерть на большой семейный стол, а малышам – конфеты и игрушки, старшим же детям – флэш-карты, а юному Скопенцеву – путевку в детский сад. Для удобства пациентов и повышения качества обслуживания в городской поликлинике провели ряд преобразований. Преобразования в городской поликлинике начались в буквальном смысле с порога. Заменили двери и разделили поток входящих и выходящих пациентов. Руководство медицинского учреждения приняло к сведению пожелания граждан. Для соблюдения правила септики закупили современное оборудование для хирургического отделения. Новое веяние времени – бактерицидные камеры для работы со стерильными одноразовыми материалами. Стопроцентная стерильность достигается использованием крафт-пакетов индивидуально для каждого пациента. Изменения пройдут и в отношении кадрового состава. Возникла необходимость по переводу врачей-терапевтов-участковых, которые находятся у нас, принимают в филиале, в головное учреждение, в городскую поликлинику. Это у нас три доктора. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи, улучшить преемственность в выписке лекарственных препаратов и активизировать работу в плане повышения уровня обследования, в том числе и узкими специалистами. С 1 июня терапевты из филиалов будут вести прием в основном в здании поликлиники. Это позволит ликвидировать очередность. Граждане смогут значительно быстрее попасть на прием к врачу, повысится качество медицинских услуг. В отделении медицинской профилактики помогут избавиться от никотиновой зависимости. Ежедневно с 17.00 до 19.30 ведет прием врач Дмитрий Кульченко, к которому можно обратиться за помощью и навсегда попрощаться с вредной привычкой курить. Очень часто, к сожалению, происходит так, что здоровье пациентов нужно больше врачу, чем непосредственно населению. Поэтому надо менять вот это вот мировоззрение людей, что пока не заболело, значит все в порядке. Отделение медицинской профилактики способно принимать ежедневно 50-60 пациентов, но приходит всего около 15 человек. Профилактический осмотр необходимо проводить раз в три года. Выявления на ранних стадиях рака, диабета и других заболеваний сегодня позволяют их полностью излечить. Причем профосмотр абсолютно бесплатен. В этом году активизирована работа с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Согласие пациента, находящегося на диспансерном учете, ему будут приходить СМС-рассылки, чтобы он не забывал измерять уровень артериального давления и соблюдать предписания диетолога. Главное понимать – здоровье – вещь хрупкая и требует к себе постоянного внимания. Сто лет сегодня исполнилась Анапчанке Вере Шубиной. С вековым юбилеем ветераны Великой Отечественной войны поздравили родственники, соседи и общественники города. Представители органов территориального общественного самоуправления вручили Вере Яковлевне Шубиной письмо с поздравлением от президента России Владимира Путина и подарок от главы города Сергея Сергеева. Она всегда любила георгины разного сорта, разного цвета были у нее, астры, она и торговала этими цветами. Это был человек, который полностью отдавала себя земле. За то, что она любила землю, вот она и живет так долго. Вера Шубина оказалась на фронте с первых месяцев войны. 25-летняя девушка добровольца вступила в 137-ю дивизию, работала поваром. До сих пор вспоминает, как снаряд упал рядом с ней. Попал в половник коллеги и его убила на месте. В годы Великой Отечественной все только и мечтали о мирном небе. Как начали бомбить батюшки все. Только куча, куча, куча трупов. И на заборы, и на везде весели. Не дай бог, исполненно от них хочется. Так страшно было. Вера Яковлевна в прямом смысле прошагала от Кубани до Австрии, где и встретила День Победы. Отмечая с высоты день рождения, она по-прежнему активно ухаживает за любимыми цветами на клумбе. На вопросы секрете долголетия отвечает кратко. У Веры Яковлевны дочка трое внуков и трое правнуков. Она окружена заботой родных и близких. В этом году Вера Шубина отметила две значимых даты – 70-летие Великой Победы и собственный юбилей. Море – это не только красота и лечебный воздух, но и немало сюрпризов. Во время штормов на пляжи вносят бытовой мусор и тину. Городские службы стараются своевременно очищать и убирать пляжные территории. Три дня назад штормовыми волнами на Анапское побережье вынесло массу бытового и биологического мусора. Сегодня пляжи снова чистые. За три дня на городскую свалку вывезли более 100 тонн мусора. С шести утра и до самого вечера городские службы ежедневно очищают пляжи. Убрали всю территорию, начиная от центрального пляжа и до Благовещенской косы. Проборонили, продисковали. Дверих произвела полностью уборка. Сегодня на помощь муниципальному предприятию пришли волонтеры, студенты, сотрудники городских служб. На пляжах прошел массовый субботник. Пляжные санитары не пропускают ни одного уголка. Прочесывают барханы и песок вплоть до самой кромки воды. Чтобы золотые пляжи Анапы всегда были опрятными, чистыми и радовали глаз анапчан и отдыхающих. Завершит выпуск прогноз погоды. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. По уже сложившейся традиции к выходным погода портится. В субботу в Анапе пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем с прояснением. Среднесуточная температура воздуха до плюс 15 градусов. Тихнет ветер и поменяет направление на юго-западный. Спонсор прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайны Медной Горы. Самоцветы – идеальная возможность всегда быть модной и стильной. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Специально ко дню Великой Победы. Во фтормологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30-31-0. Улица Крымская, 242. Автормологический центр Тризе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok